Виктор Прокопеня, основатель компании VP Capital и человек, которому во многом многие из нас обязаны тем декретом, который мы сейчас все так радостно рассуждаем, потому что он был большой частью того, что это случилось. Виктор, тебе слово, очень рады приветствовать тебя. Виктор Прокопеня! Успешный технологический предприниматель, инвестор, один из инициаторов развития Белоруссии как IT-страны, участвовал в разработке декрета о развитии цифровой экономики. Привет всем! Привет Минск-Карена! Невероятно! Неужели получилось собрать такое большое количество умных, интересных людей в одном месте? Большой вам респект! Вы те, кто делает историю, те, кто делает и развивает нашу экономику. Сегодня я хочу вам рассказать несколько интересных историй. У меня есть небольшая презентация для этого. Вот это первый слайд. Первый слайд всегда самый главный. И в презентации, и в бизнесе, и в жизни. Это кровь, точнее, лист бумаги, на которой кровью написана дата. Кровью одного из наших сотрудников. Это было ужасно. Я сидел в офисе в Минске и получил имейл, где была оттачена бумага, на которой была кровью написана дата, в ответ на мое письмо, где я просил сотрудника дать дату релиза проекта и подписаться кровью. Я часто использую метафоры, фразеологизмы в своей речи, но такого я, конечно, не ожидал. Хорошо, что не сказал ему «заруби себе на носу» или «сгореть стыда». Надо сказать, что сотрудник очень старался. Очень старался сделать это в срок, и у него не получилось. И не получилось потому, что те способы и те подходы к решению этой задачи, которые использовались, были неправильными. Он большой молодец, он очень старался, он действительно очень высоко мотивированный и сильный специалист. Но мне кажется, сегодня важно понимать то, какие способы мышления работают, а какие нет. И вот я расскажу самые интересные мысли, которые я узнал относительно недавно. И для этого, собственно, мы перенесемся в Калифорнию. Это университет сингулярности, где мне повезло быть в феврале. Наверное, одно из лучших мест в мире, где можно понять и почувствовать будущее. Итак, что я нового там узнал? Завтра не будет таким, как сегодня. Мир изменился. Будущее уже случилось. Оно просто еще не сильно распространено. Очки виртуальной реальности существовали и 10 лет назад. Однако стоили они в 500 раз больше, чем сейчас. Экспоненциальное мышление — это, на мой взгляд, то, что сегодня очень важно для понимания различных процессов и прогнозирования того, что будет дальше происходить с этим миром и нашей экономикой. Вот этот чудесный график, я думаю, все его видели. В каждой презентации это график прибыли. Или количество роста пользователей, или чего-то еще. Без этого графика не входит ни одна презентация. Это график экспоненциальной функции. Пример, хорошим примером технологии, которая развивается экспоненциально, это пример увеличения скорости и мощности компьютеров. Каждые 24 года она удваивается. И до сегодняшнего дня этот процесс сохраняется. Что это означает? Сегодня вот эта маленькая микросхема стоимостью 5 долларов имеет мощность, сравнимую с мощностью суперкомпьютера, который запускал человека на Марс несколько десятков лет назад. По цене чашки кофе нам доступна сегодня супертехнология. Вопрос. Можно ли было это предсказать, думая линейно, в то время? В то время, если попробовать представить себе, во сколько раз быстрее будут компьютеры, всего через 10 лет, то это будет в 128 раз быстрее, если эта вся история сохранится чуть больше, чем через 10 лет. Это график роста вычислительной мощности. Экспонент логарифмический график, поэтому здесь каждое движение вправо это очень большое увеличение по оси Y. И что это означает для нас, для всех? Что если же таким же образом будет дальше развиваться технология, то буквально через 15 лет наш мобильный телефон будет иметь мощность такую же, как один человеческий мозг. Пройдет еще небольшое количество времени, и это будет на нашем с вами, что называется, веку, и мощность мобильного телефона превысит интеллект и способности всей человеческой расы вместе взятой. Мир движется от ограниченности к изобилию. Ограниченная энергия углевародов заменяется солнечной электроэнергией. Пример, опять же, экспоненциальной функции в действии, это цена киловатта электроэнергии, добываемой солнечными панелями. В 1977 году цена одного киловатта была 76 долларов. Прошло 10 лет, и это уже 10 долларов. Прошло еще 30 лет, и это 30 центов. Сегодня уже есть проекты, где стоимость одного киловатта электроэнергии, добываемой с помощью солнечных батарей, солнечных панелей, 3 цента. В 2040 году это будет ноль. Таким же образом, экспоненциально развиваются многие другие истории. Интересно, что если же этот тренд продолжится, пройдет очень небольшое количество времени, и вся электроэнергия, которую мы будем получать, будет поступать к нам от солнечных панелей. Вот этот небольшой участок Земли, на котором сверху написано «Мир», достаточно закрыт солнечными панелями, чтобы обеспечить электроэнергией весь мир. Редкость превращается в изобилие, в цифровое изобилие. Еще один пример. Секвинирование ДНК. Это такой тест, когда плюешь пробюрку, отправляешь это в лабораторию, и тебе обратно присылают твой расширрованный геном. То есть все три миллиарда генов, и на каждой из них, точнее, не генов, а как это правильно сказать, и это вот весь наш геном. Я это сделал 7 лет назад и удивился, что файлик был всего лишь 7 мегабайт. Представляете, весь я, точнее, 26 мегабайт нам был. 26 мегабайт, как две песни, но не суть. В 99-м году этот тест стоил 2,7 миллиарда долларов. Сегодня он стоит 100 долларов. Если думать линейно и прогнозировать будущее линейно, то если бы мы видели в 2000 году этот тест за 2,6 миллиарда, потом 2,5 миллиарда, как это было, то нам было бы очень сложно предсказать то, что будет сегодня. Вот как изменялась цена. Я как-то разговаривал с владельцем одного большого мобильного оператора, и они, когда запускали бизнес 20 лет назад, самый лучший прогноз в отношении количества абонентов, которые они видели, был, наверное, 100 или 200 тысяч. Потому что в начале, когда они открыли бизнес, в день они брали 100-200 новых клиентов. Никто из аналитиков не мог и близко представить то, что эта технология будет распространяться экспоненциально. И это происходит каждый день. Самый большой недостаток человеческой расы – это неспособность понять экспоненциальную функцию для нового будущего. если подумать, что такое 30 шагов, то каждому из нас понятно, что это 30 метров. Если подумать, что такое 30 экстрементов, то это 25 раз вокруг Земли, когда каждый шаг превышает предыдущий в два раза. это график распространения технологий. По оси Х – это время, по оси У – это качество технологии. Розовая стрелка – это стрелка наших ожиданий. Желтое – то, что происходит на самом деле. Наши ожидания растут линейно. И это происходит с ожиданиями от технологий, с ожиданиями от бизнеса, которыми мы занимаемся, и многими другими вещами. И что происходит? Сначала происходит разочарование, когда наши ожидания находятся глубоко под, сверху точнее того, что происходит на самом деле. Потом происходит момент айфона. И потом технология резко движется вверх. Так же, как никто не мог предсказать, думая линейно, о том, что в кармане каждого из нас будет мобильный телефон 20 лет назад, то же самое происходит сегодня в отношении большого количества других технологий. думать линейно и только линейно сегодня – это верная дорога гибели. Сири. Мы смотрим на него с улыбкой. Сегодня ему всего 7 лет. И не все, что у него в нем сделано, сегодня является хорошим и правильным. Пройдет еще немного времени, и у него интеллект будет сравним с интеллектом 14-летнего ребенка. И это будет совсем другого уровня приложения. Что это означает? Колл-центры исчезнут. Они будут больше не нужны. Что это означает? Автомобильная панель, она исчезнет, ее больше не будет. Вместо нее у нас будет голосовое управление. Забывание исчезнет. Потому что мы будем иметь устройства, которые смогут сопровождать нас всю жизнь и помогать нам вспомнить ту информацию, которая нам нужна тогда, когда это актуально. В 2013 году склад Амазона выглядел таким вот образом. И сложно было представить себе, что пройдет всего 5 лет, и дроны будут доставлять товары. И это сегодня уже происходит. В 2013 году, я помню Google Glass, это очки с видеокамерой, которые показывают больше, чем есть. Они выглядели смешно. Сегодня, в 2018 году, уже полиция Китая ходит с аналогом Google Glass и распознает в реальном режиме преступников. И большое количество, я буквально недавно видел статью, где было написано о том, что с помощью этих очков полицейские Китая поймали огромное количество преступников. Так вот, как только технология оцифровывается, действительно прорывная технология, она начинает двигаться по экспоненциальной кривой в сторону разнообразия. Всего 20 лет назад при слове «фонарик» мы все думали о предмете. Прошло 20 лет, и «фонарик» — это мобильное приложение. Предметы становятся софтом. Это большой, сильный тренд. Книги — это был предмет. Сегодня — это электронная версия. Создание, размножение, хранение товаров исчезнет, стоит ноль. В мире разнообразия важна только редкость. Зарабатывать деньги можно двумя путями. Создавая редкость через создание бренда, социального взаимодействия, впечатлений, кастомизации, либо через создание платформ. За последние 20 лет много компаний покинуло топ-500 мировых компаний. И если посмотреть, какие компании заменили их, то большинство этих компаний — это платформы. Amazon — платформа, которая дает нам доступ к товарам. Spotify — платформа, которая организует многообразие музыки и дает нам ту музыку, которая нам наиболее интересна. Tesla — платформа. платформа — это то слово, за которым сегодня стоит очень внимательно следить. Потому что это один из самых лучших способов зарабатывания денег в мире цифрового изобилия. Мы переоцениваем то, что будет через два года. Но мы очень недооцениваем то, что будет через 10 лет. Вследствие линейности мышления. Интересная фраза Ганди, что сначала они игнорируют тебя, потом смеются над тобой, а потом ты победил. Очевидно, что это было сказано несколько к другому контексту. Но это актуально и сегодня. Цифровая экономика сделает 40% компаний нерелевантными всего через 10 лет. Размер мировой экономики увеличится в три раза за следующие 40 лет. Образование. Наверное, один из самых важных одна из самых важных индустрий будущего. Сегодняшнее образование дает нам ощущение, неправильное ощущение того, что мы знаем все. Мы приходим в школу и нам рассказывают, что было 5000 лет назад. Хотя большого понимания тех процессов и тех вещей не было ни у кого. Мы переходим на физику и нам создают ощущение того, что мы понимаем, как устроен этот мир. Хотя объективно мы не знаем, какого размера наша Вселенная. Мы не знаем, что будет, если опуститься на уровень глубь материи. Мы не знаем, откуда все это взялось, зачем и почему. И сегодня важно фокусироваться на том, чего вы не знаете, чем на то, что вы знаете гораздо больше. Представьте себе мир, в котором бы образование начиналось не с того, что мы знаем это, 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 а начиналось с того, чего мы не знаем. Насколько больше интересных, классных, креативных идей могли бы сделать студенты. Я как-то разговаривал с Филом Шильдером, это директор бизнеса Гугла. Я задал ему вопрос, что делают ваши самые успешные клиенты? Их клиенты покупают рекламу. И он сказал, наши самые успешные клиенты знают, что они ничего не знают. и все, что они делают, они проверяют, они тестируют и смотрят, чтобы каждая их идея действительно подтверждалась фактами. Очень важно в мире будущего отличать факт от мнения. В ближайшее будущее огромное количество профессий исчезнет. профессий будущего. Вот смотрите, да? Производитель частей тела, нановрач, фермер, выращивающий генетически модифицированные продукты, хирург, увеличивающий память, виртуальный юрист и так далее. мир меняется с колоссальной скоростью. И то, что сегодня происходит, происходит в 10 раз быстрее и в 300 раз масштабнее, чем индустриальная революция 100 лет назад. Сегодня надо думать о том, как увеличить ваш бизнес не на 10%, а в 10 раз. это неделя. Если представить всю нашу жизнь точками, то получится такая картина. Это то, что мы уже прожили. У нас осталось не так много времени. Поэтому очень важно сегодня думать экспоненциально там, где это применимо, и смотреть на будущие технологии, исходя из этой призмы. Мир стал другим. И скорость этих изменений будет нарастать. Вторая история, которую хотелось сегодня рассказать, это история про стресс и про тревогу. Точнее, про ее глубинную суть, которая помогает понять, как правильно делать действительно классные прорывные идеи проектов. Несмотря на то, что мы многого не знаем, есть одна вещь, которую мы знаем точно. Мы знаем, что мы все умрем. И страх этот настолько глубоко находится в каждом из нас, что он определяет большое количество поведения людей, клиентов, сотрудников. Единственным способом борьбы с этим страхом является работа над так называемыми имморталити проектов. Имморталити бессмертия проекты понятные. То есть это проекты, которые переживут нас, которые останутся после нашей смерти. все, что нас окружает по своей сути, это имморталити проектов людей, которые живут до нас. Для кого-то имморталити проектов это дети, для кого-то это религия, для кого-то бизнес, кто-то пишет книжки, кто-то создает архитектурные шедевры. Все это примеры имморталити проектов. На это можно смотреть, как на способ успокоиться. Почему предприниматели очень гордятся тем, когда говорят, что их бизнес будет работать после их смерти? Именно по этой самой причине. Страх смерти это не всегда про смерть тела. Часто это про потерю смысла. очень важно понимать этот глубокий драйвер внутри каждого из нас, который очень хорошо был описан Эрнестом Бекером. И он объясняет, зачем фароны строили пирамиды. Для чего России нужна часть территории Украины. Почему некоторым так нравится биткоин и прочие вещи. И вот правильный вопрос, которым можно думать в отношении вашего бизнеса. Создает ли ваш бизнес что-то, что ваши клиенты считают бессмертным. Immortality Projects это всегда про мурашки по коже и вдохновение. Когда мы работаем над такими проектами, мы ощущаем, что наша жизнь имеет смысл. Теперь вопрос. какое это имеет практическое значение для бизнеса каждого из нас. Сегодня это важно потому, что нашим компаниям необходимо учиться и изменяться так быстро, как никогда ранее. Чтобы это делать, нужно понимать, что для каждого из ваших сотрудников является Immortality Project. верит ли он в ваш бизнес как в свой Immortality Project. Люди готовы жить на работе, спать, не есть сутками, только если они верят и только если их ощущение о вашем бизнесе является тем, что этот бизнес переживет их. И что-то, что они делают, останется надолго. мы бессмысленно играем в чужие Immortality Projects. Хорошим примером тому являются религиозные войны, распри, терроризм. Удивительно, что люди готовы отдавать свою реальную жизнь за чужой виртуальный проект бессмертия. Что такое депрессия? это ощущение того, когда Immortality Project не получается. Что такое шизофрения? Это шаг дальше, когда человек придумывает себе другой мир, в котором он является гораздо большим героем, чем в реальной жизни. Иногда нам важно пожить так, как живут животные. Не думать о том, что каждый день должен быть супер продуктивным, ему нужно супер много всего сделать и успеть и гнобить себя за то, что чего-то не сделал. Иногда нужно просто расслабиться и пожить в отрыве от этого способа успокоиться. Важно понимать это в конфликтологии. Есть очень большая разница между столкновением двух идей имморталити projects и каким-то разногласием. Невозможно объяснить человеку, который верит в биткоин, что будущее мира за возможно какой-то другой криптовалютой или совокупностью этих криптовалют. Спор об этом это наезд на его глубокое ощущение безопасности. и он не имеет никакого смысла. Вера это двигатель имморталити projects. И люди особенно успешно работают, когда ощущают то, что вы верите в их значимость для достижения вашего имморталити projects. Теперь вопрос. Что будет, когда благодаря технологиям мы сможем жить вечно. Будет ли в жизни каждого из нас столько же драйва, чтобы делать действительно классные и успешные вещи. Спасибо. Спасибо, Виктор. Очень мотивационно выступал. Я уже детям послал смс, потому что они мои имморталити projects. Посмотрим, что ответит. Пару вопросов. Может ли страна расти экспоненциально? Не веришь ли ты в шанс в Беларуси расти экспоненциально? Я верю в то, что расти, я надеюсь, что в количестве людей мы не будем расти экспоненциально. Есть вещи, есть разные миры. Я хотел бы видеть, чтобы наша экономика, новая цифровая экономика росла экспоненциально. Я думаю, что все шансы для этого есть. Очевидно, что во многом это будет зависеть от других действий и других событий, которые происходят вокруг нас. Но я очень верю, и мне бы хотелось, чтобы Беларусь в плане цифровой экономики росла экспоненциально. Как бороться со страхом? Здесь 15 лет назад я разговаривал со многими бизнесменами и слышал от них страх российского капитала. Придут россияне, всех купят, бизнеса не останется. Сейчас вышел декрет, и я начинаю слышать похожие месседжи от представителей IT-индустрии. Придут уже не россияне, россияне уже не боимся, придут западные гуглы и так далее. На самом деле бизнес будет делать гораздо сложнее. Декрет — это возможность и угроза. Как бороться с этим страхом, который здесь есть у многих предпринимателей, и как вообще использовать этот декрет как возможность не для людей, которые работают в IT-сфере, а для бизнесменов, которые работают в IT-сфере? Вы знаете, я к своему удивлению обнаружил, что самые часто читаемые статьи на сайтах для бизнеса — это статьи про то, как бороться со стрессом. Удивительно, что самые большие посты в Фейсбуке, которые больше всего шарят среди бизнесменов, это посты про то, как бороться со стрессом. И там миллион всяких разных идей, историй и всего остального, но я скажу одну вещь. Знаете, какой слоган «Вашингтон пост»? Это «Democracy dies in darkness». Демократия умирает в темноте. Идея в том, что подсвечивая определенные проблемы общества, что, собственно говоря, делает медиа, оно их излечивает. И мне кажется, что очень важно понимать, что это происходит как на макроуровне, так и на микроуровне. И если есть страх, то самое лучшее, что можно сделать, это не прятать его в себе, это его понять, осознать, поделиться с кем-то, писать дневник и прочие вещи. И только тогда, когда его достаешь изнутри, только тогда его можно излечить. Спасибо, Виктор. Здоровья, счастья, сил много. Твори для страны, вышиванку для Виктора. Спасибо.